Ласса, все уже знают, что это такое, мы участвуем в нем, и я расскажу не обо всех, а только о некоторых результатах, самых интересных. Я хочу, что-то мышка не работает, замедленно работает. Вот как расшифровывается ЛАТ, это много участников, в основном это китайские институты, и вот красные отделения, это наши, то есть практически это китайские, но считается международными, там кроме нас еще есть Таиланд, Швейцария там, и по-моему один человек из Франции, вот так, и наша группа. Установка мультизадачная, множество всяких решается задач, вот они тут перечислены, это изучение источников, как они ускоряют частицы, до каких энергии они могут ускорять. Кроме того, есть еще смежные задачи, вот, например, проверка Лоренса на вариантности, есть поиск темной материи и так далее. Да, у нас интересует, потому что мы имеем там свою установку и создаем, вернее, сейчас имеется пока часть ее. Для нас интересно происхождение так называемых колен, то есть изловом спектре космических лучей. Ну, и вот тут, да, есть одна из задач, это вот поиск, изучение гамма-сплеска, так называемых. Так известно, в прошлом году вот был знаменитый такой гамма-сплеск, который в этой установке был очень хорошо виден, я там один слайд покажу. Вот. И что же установка? Это километр квадратный примерно, площадь этих треугольничек, это, помните, нет, тут что-то видно. Треугольничка, это мионные детекторы, их огромное количество, вот, больше тысячи, вот такого типа, это 7 метров в диаметре, такой бетонный, как сказать, бочка, не бочка, она немного заглубленная, сверху холм потом, чтобы сделать засыпку, 1ГФ, порогу энергии. В том вот маленький красный точка, это электронные детекторы, метр квадратный пластик, и там маленький вот умножитель, съем через файбер, фотокатод. В центре есть вот такой большой водный бассейн, разделенный на ячейки 5 на 5 метров, глубина 4,5 метра, вот, таким образом, и перегородки. На дне каждой этой ячейки стоит вот такой большой 27-молый полусферический фотомножитель, плюс еще один маленький для больших энергоподелений, вот так выглядят эти ячейки примерно, 5 на 5 метров, вот, фотомножитель внизу. Да, и есть еще такие вот имиджевые Черенковский телескоп, который смотрит в небо, то есть в воздухе, Черенковский свет. Тут надо сказать, что, поскольку зацепинские чтения, что Георгий Тимофеевич, на самом деле, вроде как эта установка далекая, да, в основном сейчас астрофизика, гамма-астрономия, но Георгий Тимофеевич вложил очень много к этому, потому что он первый показал, что вообще шал – это не электромагнитный каскад, как считалось в атмосфере, а ядерный. И потом он вместе с Чадаковым предложил вот такие детекторы, смотрящие в небо для Черенковского света из атмосферы, и Чадаков потом это реализовал в первую мере, и положили они таким образом начало гамма-астрономии. Вот и основные результаты здесь, это как раз полученные уже на установке вот этой, это по гамма-астрономии, о которых я сейчас буду говорить, да. И вот установка вот здесь небольшая, относительно 100 на 100 метров, это эндо, электроньютон-детекторы, это установка, которую мы предложили, и которую мы и создаем, и считаем, и все прочее делаем. Вот здесь показан вид. Вот эти холмы – это мионный детектор, вот уже засыпка, они такие в виде холмов, тут еще это был процесс строительства, сейчас они, я думаю, зелененькие уже, травой покрылись. То есть это электронный детектор, наземный, они видны здесь, вот такие вот белые стоят. Их много-много, их вот пять с половиной тысяч, то есть эта установка вообще огромнейшая. Вот вы видите, да, 5249 электронных детекторов, таких установок не было еще. Мионных 1200 примерно установок, тоже огромная площадь мионных детекторов, суммарная. И вот это количество, оно перешло в качестве. Эта установка имеет выдающееся угловое разрешение. Даже половина установки имела, вот, то называют, понтен аккуреси, то есть имела источник указания, 0,05 градуса. Сейчас, как я понимаю, это 0,03 градуса, когда вся установка заработала. Вот, и поэтому площадь огромная. Поэтому именно эта установка, она первая начала получать вот такие выдающиеся результаты, благодаря своей светосилии, насыщенности, расстояние между детекторами всего лишь 15 метров, то есть плотная установка и между мионными детекторами 30 метров, она очень информативная. Вот здесь свойства, это половина этой установки, заработала она частями. В 19-м году ее начали делать, вот, уже в конце 19-го, примерно половина уже была в работе. Угловое разрешение здесь пока зависимость от энергии. Вот при одном ПЭВе, это вот, меньше 0,2 градуса, для половины, я напоминаю, энергетическое разрешение. То есть, примерно 10% вот в районе здесь, сотен ТЭВ и выше. Ну, и энергетическое разрешение вот здесь. Истинное, то есть, это роды, естественно, истинная и восстановленная энергия, так они выглядят. Ну, и если в другой, в проекции, то это в области от 100 ТЭВ до ПЭВа, так вот, выглядит и около вертикальная ливня. То есть, очень хорошее разрешение, параметры хорошие. Еще очень хорошая, благодаря большой площади мионных детекторов, очень хорошая вероятность выделения гамма-ливни. Вот здесь показано, распределение расчетное. Вот это вот, это для гамма-ливни, это для протонов. Вот внизу это нулевые, тут специально, не ноль сделано, нет, добавочка показа, что ноль мионов есть и там. Вот некая граница выбрана вот здесь вот, что видно, что все гамма-ливни, почти все, в большей части красный, лежит ниже этой линии. А протонные ливни, они все практически выше этой линии лежат. Это позволяет отбирать гамма-ливни. Вот при энергии в больше 500 ТЭВ, это эксцент отбора 10 минус 4, эксцент режекции, соответственно, 10 четвертый будет. Вот здесь показано. Эффективность поэтому для гамма-ливни, она близка к единице, а для имитации гамма-ливни протонами, это 10 четвертый примерно, вот сегодня это сотня ТЭВ, и типа там 2,3 на 10 минус 5 для ТЭВа и выше. Вот так выглядит в результате КРАП, источник известной крабовидной туманности, КУФСАР. Это в разных областях энергии. Здесь область энергии от 10 до 25 ТЭВ, это значение 19 СИГМ, больше 19, это 25 ТЭВ, 100 ТЭВ, 28 СИГМ, и от 100 ТЭВ до ПЭВа 15 СИГМ примерно. Это было опубликовано еще в 2021 году, в Тернафизикс. Ну и спектр был измерен от крабовидной туманности, вот он таким степенным законом с показателем тройки примерно хорошо описывается. В 2021 году, через полгода примерно работы половины установки уже, было открыто 12 источников гамма-квантов сверхвысоких энергий, причем новых источников, они не были раньше известны. Вот они здесь перечислены, их координаты, энергия максимальная. Вот вы видите, что здесь есть энергия выше ПЭВа, это означает, что в нашей галактике работают ПЭВа-троны. Еще одна интересная из этой работы особенность, что вот здесь в этой таблице показаны, вот они, те же самые источники, и ассоциации, то есть, поскольку головоразжижение хорошее, там видно, что в этой области лежит, откуда приходят эти гамма-кванты. Ну вот здесь они показаны. Как правило, это пульсары. И из 12, из 4 только окрестностях этих источников новых, обнаружены остатки сверхновых. Это противоречит нынешней теории ускорения частиц. До сих пор считается, что основной ускоритель космических лучей является остатки сверхновых. Но вот эти данные уже противоречат. Поэтому надо искать новые. Вот как они распределены, эти источники. Это плоскость галактики. Видно, что они практически все лежат в плоскости галактики. И вот еще одна особенность опять, что на самом деле вот эти направления на максимум наблюдаемый, вот центр вот этого круга, он не совпадает ни с одним из известных точностей, кроме крабов. Краби более-менее совпадают. В остальных, вот как здесь показано, источники, они есть рядом, но не в центре этого круга. Вот здесь есть скопление Кронбергер, тут один, два, и Пульсар тут есть, еще какие-то есть источники, но они немножко в стороне. Вот. И здесь упоминается работа Гаранян. Другие, которые предложили в свое время в качестве источников космических лучей, скопление таких молодых массивных звезд, кластеров. И вот здесь и два таких кластера находятся рядом. Действительно. Ну вот еще пример другого источника, тоже самое видно здесь, что вот эта область, и вот справа светимость, как это наблюдается. И опять же здесь вот есть, в центре круга, вот видите, максимум гамма-кванты, откуда приходят. Вот это примерно разрешение его. Вот этот кружочек, это Пульсар. И вот остатки сверхнового здесь, с той же стороны. Вот. Теперь от Краба был измерен спектр, хорошо. И вот эта установка М2, это 100 км-квадратный рейд. Да, вот это вот очеренков детектор, это есть водный вот тот бассейн. Он при меньших энергиях работает, площадь у него меньше, хотя и огромная, но все-таки меньше. И вот эти точки. Да, и вот это расчет, это обратный кантон. То есть то, что ожидается от эффекта обратного кантона, то есть рассеяние электронов, ускоренных на гамма-квантов, на реликтовых или еще на каких-то, которые передают энергию гамма-квантам, и они дальше идут. И все вот идет в возрасте энергии 10-14. Примерно хорошо совпадает, более-менее, но на хвосте начинается уположение этого спектра. Здесь видно. И вот дальше. Более подробно вот показано. Вот здесь вот. Вы видите, что в последней точке они выходят на плоскую штуку. Здесь умноженная на степень. Такого-то сейчас не видно. Но вот здесь синяя кривая, это то, что ожидается для адронного так называемого ускорителя. То есть когда ускоряются не электроны, а протоны. И от них такой действительно пологий спектр ожидается. И похоже, что как раз в этой точке происходит переход от ускоренных электронов к ускоренным протонам. А это значит, что эти же источники работают как источники космических лучей. Хотя вот было в 21-м году в сайонсе опубликованных. Вот. Ну и опять, значит, надо искать теоретикам новые механизмы ускорения. Вот. Недавно вот совсем свежий каталог, тут его упоминали сегодня, да, вышел полипринт, статья постная в Astrophysical Journal. Полипринт уже вышел. Это уже большое количество, 43 источника, 32 из них новых совершенно. И опять видно, что вот они все практически лежат в плотности галактики. и вот здесь показано даже на экране плохо видно, это показатель спектра в области энергии всех и выше 100 ТЭФ. Красный это выше 100 ТЭФ, здесь ниже 2 ТЭФ, и справа это больше 25 ТЭФ, а здесь меньше 25 ТЭФ. Ну и видно, что показатель спектра немного круче становится, для области 25 ТЭФ и выше. и для каждого источника было измерено. И видно, что опять большая часть источников ассоциируется с пульсарами. При этом 7 новых ТЭФ источников не имеют вообще никаких ассоциаций. То есть в ближайшем окружении не видно никаких источников известных. И они назвали как темные источники. Так. Вот некий выжимка по источникам. Значит 43 источника было измерено. Выше 100 ТЭФ с сигнификансом больше 4 Сигма. Паватроны работают в нашей галактике. Измерены энергетические спектры от некоторых источников. Измеренный спектр указывает на дронную природу регистрированную по крайней мере некоторых источников. Это означает, что в нашей галактике работают скорители, сгоняющие до рязной частицы как минимум до 15 до 20 ПЭП. Все также противоречит утверждению сделанного когда-то давным-давно, что там в ковыске 3-5 ПЭП происходит переход галактическим космическим лучам. 8 из 43 источников тоже интересная особенность. Не имеют сигналы при низких энергиях, а при высоких есть. Это если вернуться обратно, можно объяснить таким образом. Гопустим, что нет вот этого ускорителя обратного комптона, а есть только вот это. И вы видите, что даже нарастание небольшое есть. Маленькие энергии меньше, чем большие. Это моя интерпретация. Следующая работа тоже в архиве вышла опять же в мае. Это измерение диффузного гамма-излучения нашей галактики. Здесь показано опять это галактическая плоскость. Убранные белым это убранные известные источники, оставлены только то, где нет известных источников. Изучались вот эти области, где нет источников в качестве фоновых. Это галактической плоскости плюс-минус 5 градусов и по другому от 15 до 20-25 градусов, а второй от 25-25 до 200-30. То есть одна часть смотрит на центр галактики, другая в обратную сторону, нижняя. Ну и измерены спектры в абсолютных единицах вот здесь показаны опять же вот этой области на центр галактики и в обратную сторону. И видно, что, во-первых, измеренная интенсивность, она выше примерно в три раза для области на центр галактики, вот эта часть неба, в обратную сторону в два раза примерно тоже выше, ожидалось. Вот темно-серый это ожидаемый расчет. Вот. Ну и спектры энергетического здесь фитом показывают там и там это примерно тройка дифференциальный показатель степенного спектра. Здесь довольно хорошо уложатся на степенной спектр показатель на тройке, то и то другой спектр. Так, еще это уже некие смежные области, поскольку по интенсивности гамма-квантов от каких-то известных астрофизических объектов можно сделать некие ограничения в качестве примера здесь ограничения на нарушение лоренциновариантности от источников гамма-квантов поставлены пределы на это нарушение. Видите, лас вот тут другие эксперименты ставили, такого же типа, но лас имеет естественно преимущество перед другими всеми. И еще одна работа, тоже в архиве опубликована, это ограничение на поиск распада темной материи за 570 дней. Здесь тоже поставлены ограничения, естественно, ничего не было найдено, но в области вот этих масс, этих частиц от 10 пятой до 10 десятых примерно гэф, вот эти линии показывают ограничения, а точками здесь показаны ограничения, сделанные с кьюгом когда-то. Ну а теперь еще одна животрепещущая тема, это прошлогодний гамма-всплеск, который наблюдался, он был очень ярким, громко говорю, гамма-всплеск очень яркий и известный, наблюдался во многих установках, в том числе и на Баксане одно событие, статья принята в Science, она в течение недели и через неделю должна выйти уже, поэтому я покажу несколько картинок, это вот эти самые ячейки 5 на 5 метров, это водный бассейн, это вид сбоку, вот здесь показаны фэлл на дне и вид, как попадающие гамма-кванты дают электрончики, электрончики дают челенковский свет, который регистрируется, но поскольку этих ячеек много, это 3,5 тысячи примерно таких ячеек, примерно 5 на 5 метров, вот она вот эта часть, а не на 3 части, это 3 больших бассейна, примерно 300 на 300 метров, огромная на самом деле площадь, но она маленькая по сравнению с общей площадью всей установки, другой, вот, теперь, что касается вот этого сплесна, поскольку здесь угловое разрешение очень хорошее, то это не просто откуда-то, там из области неба пришло, а пришло прямо с нужного направления, вот так изменился ТЭП-счет в этой области, вот здесь был растянутый тот же самый профиль, видим, как он выглядел, это в области от 0,2 до 7 ТЭП, это не шалы регистрируются, это такое нечто промежуточное, поскольку это непрерывная площадь, ну, маленький шал, так можно сказать, электромагнитный, поскольку это гомоклан дает, вот, и был измерен спектр, не тот что спектр, спектр в разных полосах энергии, тоже был, я его не показываю, а здесь показан вот один из этих, профиль этого, по временной шкале, шкала вот здесь 10, единица, 10, 100, тысячи секунд, вот так это выглядит, то есть практически вот то же самое, только здесь более, не просто ты здесь там счет, а это уже энергетический спектр, в эргах сантиметр квадратный секунду, вот он достиг максимум, спадаю, после 650 примерно секунд начинается укручение, и поэтому ожидать тут энерговыделения через на боксане по-моему 3000 с половиной секунд было, даже больше, вряд ли можно что-то ожидать, тем более такой большой энергии, потому что явно пошло укручение вниз и больших энергий уже нет, ну и спектральный индекс в районе здесь 2,4 тут 2,2 при больших энергиях, ну в принципе это можно каким-то одним даже указательом типа 2,3 описать. Вот, ну и вот замечательная картинка, это вот как раз область неба, откуда, как это светила лампочка на небе в течение вот этого времени, вот здесь шкала significance, обращаю внимание, что тут светло-желтый это 200 сигма, то есть это как прожектор на небе светил, ее ошибиться, тут невозможно просто было и в нужной области. Ну вот одно из объяснений здесь, это уже статья не Ласса, а других авторов, одно из объяснений этого явления могло быть такое, что вот какой-то всплеск был в конусе неком углов для направлений и по оси шли самые высоко энергичные гамма-кванты, а там чем дальше, тем меньше энергии, здесь гамма оптический, рентген и вот наконец-то гамма, ну и случайно так совпало, что вот этот центральный луч, он чиркнул по земле. прожектора. То есть реализирование вообще не было вперед, да? Нет. Это они объясняют, почему мы увидели такой большой всплеск. Просто повезло, что вот чиркнул вот этот центр этого конуса, прошел по земле, и мы это увидели. Значит могли бы видеть только оптику или только рентген, мы захватили центр этого конуса, прожектора. Вот. И еще одна интересная работа, которая в Nature находится на рассмотрении, это опять лебедь Х, но вот в ранней работе там было наблюдение, что есть избыток тоже из лебедь, но так называемый лебедь кокон, кокон-лебедь. Здесь вот он показан на левом виде вот такого кружочка маленького ряда вот такой циан пятнышко, это лебедь Х3, который, кстати, Чудаков изучал на своем телескопе. Вот. А вот эти красные крестики это события, наблюденные из этой области. То есть явное сгущение высокоэнергетичных гамма-квантов из этой широкой области примерно с радиусом 3 градуса. Это тоже совершенно новое непонятное явление. Вот здесь покажено угловое распределение. Видите, вот примерно половина высоты, это в районе 2-3 градуса, а то и больше в разных диапазонах энергии. Ну, опять энергетический спектр был измерен как в области центра, так и внутренней части, так и всего этой области. Вот. Ну, тут я заканчиваю, в конце покажу. вот наша установка, которая, она идет с опозданием из-за того, что был коронавинус, карантин в Китае, и мы три года не могли туда ездить. Сейчас немножко мы еще не поехали, но, по крайней мере, китайцы уже сами могли поехать и создавать. Вот, сейчас установлено 64, у нас работал один такой кластер, 16 детекров, сейчас 64, вот они здесь видны, между уменными вот этими холмами, таких вот, четыре кластера установлены и сейчас находятся в стадии настройки и калибровки. В заключении, все время Атласа не имеет аналогов, вряд ли у него появятся конкуренты, я думаю, в ближайшие годы. Раз проработились частью установок, там уже получены выдающиеся результаты, в ближайшее время стоит ожидать новых открытий различных в областях знаний в астрофизике, астрономии, космологии, физико-космических в случае, поиски темной материи и так далее. И участие российских ученых в этом примете с классом многостанет с установкой, что важно, имеет принципиальное значение, но за это сотрудничество и поддержки.